Что такое информационная глубина? Это то, чего не видно сразу, на поверхности. Толща воды под поверхностью озера, богатая жизнь почвы под поверхностью грунта, это впечатляющая цепочка рассуждений за простым высказыванием. Глубина — это непосредственная сторона материального мира. Сила тяжести нагромождает вещи друг на друга, и не все могут оказаться на вершине. Снизу находится больше, и до этого можно докопаться. Глубина приобретает особое значение с появлением четверть века назад науки о сложных системах. Что является характеристикой чего-то сложного? Нечто очень упорядоченное, наподобие кристаллов, не является сложным. Оно простое. Нечто, пребывающее в сильном беспорядке, как куча мусора, крайне сложно описать. Оно содержит слишком много информации. Информация — это мера того, насколько трудно что-то поддается описанию. У беспорядка высокое содержание информации, у порядка низкое. Живые существа, размышления и разговоры, все интересное в жизни лежит где-то посередине. Содержание информации не указывает нам на то, что интересно или сложно. Сигналом скорее служит информация, которая отсутствует, но которая была тем или иным образом задействована при создании объекта внимания. История объекта более значима, чем сам объект. Наше любопытство привлекает не информационная поверхность чего-либо, а информационная глубина. Эта идея может быть также применена к процессу коммуникации между людьми. Когда вы говорите «да» во время свадебной церемонии, то это, надеюсь, отражает огромное количество времени, разговоров и веселых моментов, которые вы провели вместе со вторым присутствующим на церемонии лицом. И, кроме того, длительное обдумывание всех этих процессов. В этом, да, не так много информации. Всего один бит. Но это утверждение имеет глубину. Большинство высказываний в любом разговоре имеют своего рода глубину. Кроме того, что доходит до уха собеседника, в них содержится то, что происходило между ушей говорящего до момента высказания. Понимая, что говорится, вы вникаете, проникаете вглубь, в то, что не сказано, но подразумевается. Эксформационное содержание – информацию, которая была обработана и отброшена до фактического производства явной информации. 2 плюс 2 равно 4 – простое вычисление. Результат 4 несет меньше информации, чем задача 2 плюс 2, главным образом потому, что задачей также могло быть 3 плюс 1. Вычисление – прекрасный метод для отбрасывания информации, избавления от нее. Вы производите вычисления, чтобы забыть о всех деталях и получить общее представление, абстракцию, результат. Что вам нужно, так это возможность различить очень глубокое и очень поверхностное «да». Большая часть взаимодействия между людьми сводится к вопросу – это правда или нет? Есть ли в этой привязанности неподдельные чувства? Является ли данный результат следствием напряженного анализа? Или же это всего лишь оценка? Есть ли что-то между строк? С этим вопросом подлог или глубина связано такое явление, как использование сигналов в животном мире. Принцип гандикапа при половом отборе дает возможность подтвердить, что ваш сигнал обладает глубиной. Если у павлина длинные яркие перья, это удостоверяет, что он смог спастись от хищников, несмотря на то, что его оперение – помеха для выживания, то есть гандикап. У людей существует то, что экономисты называют дорогостоящими сигналами – способы показать, что у вас есть нечто ценное. Явление демонстративного потребления социолог Торстейн Веблин наблюдал еще в 1899 году. К чему привели его наблюдения? Если вы хотите доказать, что у вас много денег, вы должны их тратить. Используйте их абсурдно и глупо, поскольку поступать так может лишь богатый человек. Но делайте это демонстративно, чтобы другие видели. Расточительство – дорогостоящий сигнал, говорящий о глубине кучи денег. Гандикапы, дорогостоящие сигналы, пристальные взгляды и риторические жесты – все это используется, чтобы удостоверить окружающих в том, что кажущиеся простым имеют значительную глубину. В этом также заключается суть абстракций. Мы хотим, чтобы они были условным обозначением для объема информации, который был усвоен в процессе, приведшем к использованию абстрактной конструкции, но которые отсутствуют на момент ее использования. Такие абстракции имеют глубину. Мы их любим. Другие же абстракции глубины не имеют. Они поверхностные и используются только, чтобы произвести впечатление на другого. Они нам не помогают, и мы их ненавидим. Интеллектуальная жизнь во многом связана со способностью отличать поверхностные абстракции от глубоких. Вам нужно знать, насколько здесь глубоко, до того, как вы станете нырять вниз головой. Редактор субтитров А.Семкин